Друзья, вы на канале Есть-Поесть. Сегодня готовлю по-настоящему летний десерт без выпечки. Он очень легкий и воздушный. В качестве ягодной нотки я использую клубнику, но подойдут абсолютно любые ягоды. Если у вас нет свежих, смело берите замороженные. Тоже будет очень вкусно. А список ингредиентов, как обычно, открывайте под описанием. Итак, к ягодам добавляю сахар, отправляю на огонь и после закипания варю минуты 3-4. Далее доведу блендером до однородности и поварю еще пару минут. Желатин залью водой, размешаю и дам набухнуть. Готовьте желатин согласно инструкции на упаковке. Далее подготовлю основу. Для этого в измельчитель раскрошу печенье. У меня самое обычное печенье. И превращу его в мелкую крошку. Добавлю растопленное негорячее сливочное масло и размешаю еще раз. В итоге должна получиться такая пластичная масса, которая легко собирается в комок. Бока кулинарной формы выкладываю полосками, которые я вырезала из обычной канцелярской папки. Высыпаю крошку и теперь мне ее нужно уплотнить. Можно прямо руками, но мне удобнее это делать стаканом. Также в процессе нужно сформировать бортики. После этого заготовку убираю в холодильник. Тем временем сделаю крем. Для этого желатин нагрею в микроволновке и дам остыть. К хорошо охлажденным сливкам добавляю сахар и ванильный сахар. Взбиваю сначала на средних оборотах и только потом включаю высокие. Разумеется, сливки у меня специальные для взбивания. 33-процентные. Когда они загустеют, в несколько этапов добавляю творожный сыр и после каждого добавления хорошо их вмешиваю в сливки. После этого постепенно вливаю желатин, разумеется остывший. Размешивать не прекращаю. Миксер у меня на средних оборотах. Примерно половину крема выкладываю в заготовку и разравниваю. Примерно 3-4 столовые ложки джема выкладываю в кулинарный пакет для удобства. Наношу на крем, а потом аккуратно распределяю его ложкой. От оставшегося джема откладываю еще 2 столовые ложки, а остальной отправляю во вторую часть крема и хорошо размешиваю. Очень аккуратно лопаткой выкладываю клубничный крем на торт. Желательно, чтобы слои не перемешались. И распределяю его ровным слоем. После этого отправляю в холодильник на несколько часов до полного застывания. Для глазури к шоколаду добавила молоко и сливочное масло. Отправляю в микроволновку и буду нагревать импульсами, каждый раз размешивая, пока глазурь не станет однородной. Дам глазури остыть и аккуратно выливаю ее на торт, который уже стабилизировался в холодильнике. Разровняю и пока глазурь не застыла, быстренько нанесу полоски из джема. После этого опять ненадолго отправлю в холодильник. Далее освобождаю тортик от кольца и от полосок. Можно его оставить прямо так, а можно украсить по своему усмотрению. Нарезать торт лучше слегка теплым ножом. Я обычно грею над газом. Торт получается очень нежным, буквально тает во рту. С этой легкостью гармонично сочетается рассыпчатая основа. И великолепно дополняет торт шоколадная и ягодная нотки. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Смотрите на канале Есть-Поесть и другие рецепты летних десертов и не только. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.